На тему образования продолжим говорить с новым ректором Тюменского госуниверситета Валерием Фальковым. Валерий Николаевич, доброе утро. Доброе. В предыдущем сюжете речь шла о современных диссертациях. Наша коллега затронула тему проверки работ на заимствование. Предлагаю коснуться вот как раз таки качества научных исследований. Какие грядут изменения? Ну то, что касается аттестации кадров научных и подготовки научных работ, грядут вообще самые серьезные перемены. Это касается как деятельности диссертационных советов. Если кратко, то в основном ужесточаются требования к защите диссертаций, формированию. И самих таких советов в ближайшее время гораздо меньше. В Тюменском госуниверситете у нас сегодня 9 открытых диссертационных советов, 4 еще на перерегистрации. Но вот буквально летом наш министр образования и науки заявил, что будет очередной аудит сделан. А что касается аспирантов? Аспирантов здесь тоже достаточно серьезные изменения, поскольку с принятием закона об образовании он вступает в силу 1 сентября текущего года. По существу не будет понятия соискатели, не выделяются уже в этом году бюджетные места для подготовки аспирантов. Заочная форма обучения нет как таковой докторантуры, остаются только аспиранты-очники, и все больше государство переходит к новой форме аспирантура полного дня. То есть так же, как вы ходите на занятия, когда являетесь студентом, надо точно так же ходить на занятия, учиться и получать диплом аспиранту. В одном из своих интервью вы заявили, что в этом году начнете корректировать набор абитуриентов. Что это подразумевает? О чем идет речь? Ну, корректировка... Тут есть несколько параметров. Первое, конечно, мы продолжаем обращать особое внимание на развитие таких направлений, как укропненную группу специальностей естественной науки, физмат-науки. И, конечно же, будем корректировать в разумных пределах набор на направление юриспруденция, на направление государственного муниципального управления, на направление экономика, менеджмент. Это не означает, что мы радикально будем сокращать количество тех, кого принимаем. То есть наша задача не просто механически, скажем, отрезать половину или треть, а задача набрать самых лучших, чтобы это был достойный балл ЕГЭ. Хотя, честно говоря, на перечисленных направлениях всегда стремилось большое количество. Достаточно сказать, вот конкурс на экономику. Полторы тысячи заявлений на 60 даже или 80 бюджетных, в зависимости от года. А что касается программ? Новых вы имеете в виду? Да? От каких-то старых будете отказываться в поддержку новых? Ну, от старых так или иначе мы отказываемся. Я по-новому хотел бы особо обратить внимание на три. Одна из них не является новой, но мы ее уже в прошлый год презентовали. Я думаю, она не потеряла актуальности. И, наверное, самая такая вот нагребня популярности должна быть в ближайшие годы. Это нанотехнологии и микросистемная техника. Новая, очень востребованная. И самое главное, у нас есть прекрасная лабораторная база. Один анофаб. Специальный прибор, на котором можно проводить исследования, чего стоит больше 100 миллионов. Биотехнологии и биоинженерии – это новое направление подготовки. И экономическая безопасность, которая является специалитетом, в отличие от бакалавриата. Ну, все, наверное, знают, что бакалавриата – это 4 года. А специалитет – старый, добрый, 5 лет, как все ему в свое время учились. В связи с этим, насколько сегодня ВУЗ ориентируется на запросы экономики, крупных промышленных предприятий и других отраслей, которые нуждаются в специалистах? Это наш приоритет. Я буквально несколько фактов в подтверждении. Мы сегодня реализуем крупный грант совместно с, все знают, заводом «Нефтемаш». Тюменский госуниверситет – это завод «Нефтемаш». Мы стенд и специальное оборудование для нефтяной отрасли готовим. Естественно, в это вовлечены студенты. Сегодня мы с рядом других корпораций устанавливаем отношения. И, конечно же, все наши программы, да и выпускников мы ориентируем на конкретно рынок труда. И если посмотреть, то сложностей с трудоустройством наших выпускников, как правило, нет. Вот, кстати говоря, о статистике. Ведется какая-то статистика по поводу трудоустройства по специальности? Почему спрашиваю? Это мой личный интерес. На днях встречалась с деканом факультета журналистики Уральского университета, где я училась. Оказалось, что на данный момент у нас 30% только по специальности ребят остаются в профессии. Вот по вашим данным. Ну, я так укрупненно хотел бы сказать, в том числе и по журналистам. Вот выпуск в прошлом году 2639 человек. Из них такая интересная ситуация. В обратном, наверное, порядке пойти. Нет ни одного выпускника, кто на сегодняшний день признан, по крайней мере, по нашим сведениям. Я думаю, что они могут корректироваться, конечно, но тем не менее. Признаны 1 апреля, у нас сегодня 3 апреля утра, признаны безработными. Официально. Все трудоустроены. По информации соответствующих органов власти и служб занятости. При этом из 2639 человек 1306, то есть практически половина, трудоустроены. Дальше есть такое понятие «продолжили обучение», поскольку, как мы понимаем, это выпускники разных ступеней образования, разных уровней образования. Это и бакалавриат, и специалитет, и магистратура. Кто-то находится в отпуске по походу за ребенком, кто-то вооруженной силой призван. Порядка 700 человек, я сказал, продолжили обучение. Кто пошел в магистратуру, кто-то в аспирантуру и так далее. И только 100 человек нетрудоустроены, но при этом, еще раз повторяю, ни один из них не признан безработным. То есть статистика ведется по разным показателям. Я думаю, что трудоустройство ведь во многом зависит еще от желания. Логично. Нашу программу смотрят абитуриенты, их родители. Вот по вашим прогнозам, на какие профессии будет спрос, за какими профессиями будущее? В вечном споре физиков и лириков, если можно так сказать, мне кажется, в последнее время физики одерживают верх. Государство уже, наверное, на протяжении 7 лет последовательно ориентирует. Ну, это вполне объяснимо и понятно. Кто-то должен развивать и промышленность, и невозможно. Вот те перекосы 90-х надо исправлять. Поэтому я очень рекомендую не гнаться за модой и внимательно посмотреть каждому абитуриенту, прислушаться к своему сердцу и понять, а кем вы хотите стать в будущем. Потому что не стоит при всем уважении к родителям и друзьям опираться на их мнение. Это ваша жизнь, это ваша траектория. И если вы поступите и почувствуете, что вам некомфортно, то вы никогда не станете профессионалом и не будете счастливым человеком в той выбранной профессии. Поэтому лучше все-таки следовать стремлениям или устремлениям своего сердца. Да, никакую профессию получить, а кем в дальнейшем работать? Спасибо, что это утро вы встретили вместе с нами. Удачного дня вам и хорошего настроения. Спасибо большое.